Агентство DARPA и компания «Аврора Флайт Скаймкес» начали производство первого полномасштабного самолета X-65 для демонстрации нового метода управления полетом без внешних движущихся частей. Проект X-65 является частью программы DARPA-кран. Большинство существующих самолетов управляются с помощью движущихся поверхностей. Пассажиры, кресла которых в салоне авиалайнера находятся у крыла, наверняка заметили различные механизмы, клапаны, закрылки, элероны и спойлеры. Эти элементы вместе с рулевыми механизмами на хвосте создают сложную систему управления самолетом. Однако программа CRAN предусматривает полный отказ от этих устройств управления и создания самолета, который будет полностью управляться струей сжатого воздуха, изменяющий воздушный поток над самолетом во время полета. Вместо механических элементов, AFC использует сопла на краях крыльев и спускающих сжатый воздух для изменения потока вокруг крыла, что позволяет изменять крен, тангаж и рыскание самолета. Подобную систему можно видеть в работе на трансляциях приземления ракеты Falcon 9 от SpaceX. На видео отчетливо видно, как степень ракеты при свободном падении для ориентации использует сопла с сжатым воздухом. Это, конечно, из-за того, что ракетой нужно как-то управлять там, где почти нет воздуха, в верхних слоях атмосферы. Однако, эта система достаточно эффективна и в нижних слоях нашей атмосферы. В DARPA надеются, что однажды такая более простая система позволит заменить дорогие и тяжелые подвижные поверхности управления, обычно используемые в самолетах. В то же время, X65, который будет иметь четкую ромбовидную конструкцию для большей прочности, не будет управляться исключительно EFC. Обычную механическую систему управления оставят, чтобы обезопасить экспериментальный транспорт и сравнить обе системы. Во время испытаний механические элементы управления будут блокироваться и выборочно заменяться, пока EFC не получит полного контроля. Это позволит лучше понять, как EFC может заменить традиционные механизмы управления. Установка датчиков позволит отслеживать эффективность EFC по сравнению с традиционными средствами управления, а полученные данные будут использованы для лучшего понимания того, как EFC может преобразить будущие военные и коммерческие самолеты. При размахе крыльев 9 метров и весе около 3200 килограмм, X65 будет похож по размерам на учебный самолет Ти-38, используемый астронавтами и военными США. Планируется, что X65 сможет развивать скорость до 0,7 Маха, а результаты его полетных испытаний будут непосредственно применимы к проектированию реальных самолетов. X65 также будет иметь модульную конструкцию со сменными крыльями и активными системами управления потоками, что позволит провести дополнительные испытания после завершения программы CRAN, о чем будет объявлено в начале 2025 года. В случае успеха, последствия технологии EFC могут сделать самолеты более легкими и прочными. В частности, крылья в будущем могут быть тоньше и длиннее, с гораздо большей эффективностью. Возможно, технологии в дальнейшем распространятся аэродинамических профилей на весь самолет, создавая воздушную оболочку, которая уменьшит сопротивление воздуха, что позволит ему находиться в воздухе без трения. Продолжение следует...